Привет! Сегодня я хочу поговорить с тобой о моем предыдущем путешествии в Армению, а конкретно об одном единственном дне. Дне, когда мы снимали музыкальный видеоклип для моего двоюродного брата. Кстати, перед этой съемкой мне удалось поспать всего лишь полтора часа, потому что предыдущий день я провел весь в путешествии, я арендовал скутер и ездил целый-целый день. Вы, кстати, можете увидеть, как я это делал по видео, здесь будет ссылочка, вот где-нибудь здесь. Приехал безумно уставший, замерзший, и времени оставалось немного, потому что мы выезжали рано-рано утром, должны были выехать рано утром, и мне нужно было приехать в другой город из Еревана, поэтому спать мне оставалось всего лишь полтора часа, и под конец дня я был как терминатор уже с красным глазом. После полудня меня дико начало вырубать, я думал, о, как здорово, в 6 утра я чувствовал себя бодрячком, попили чай, поели печенек, а после 12 я почувствовал весь этот недосып, и, ребят, если вы участвуете в какой-то смене, то всегда старайтесь высыпаться, потому что ваш недосып очень здорово скажется на творческом порыве вашем, поэтому обязательно, обязательно высыпайтесь перед любой сменой, перед любой съемкой, творчество иссякает, когда ты сонный. Нужно высыпаться серьезно, нужно любить и уважать свой организм. Обязательно. Итак, всем привет, сейчас 4.20 утра, я сегодня поспал всего лишь полтора часа, и у меня красный глаз как у терминатора, но едем вперед, путешествие не заканчивается, и впереди у нас сегодня съемка видео-клипа, и сейчас я приехал в место, how this place goes, this is the village, this is Vanahovit, это место называется... Where we're going to shoot? No, сейчас вот Vanahovit. Я не могу, I can't change the language from English to Russian. Сейчас мы приехали в место, которое называется Vanahovit, и поедем в место, которое называется... Мы поедем куда? Гюмри. Гюмри. Окей. Мы поедем в Гюмри снимать сегодня видеоклик группы The Dirty Diamond. Итак, впереди ждет огромное путешествие, много локаций, и мы поехали. Приехали туда мы рано-рано утром, наверное, часов в пять или в шесть, и было время подготовиться, пообщаться с участниками съемки, пообщаться по тому, как это все будет происходить, и, в принципе, зарядиться настроем восхитительного места, в котором мы находились. Честно говоря, я не знаю, где мы были, но это место останется в моей душе навсегда и надолго, потому что оно невероятно красивое по пейзажам, по видам, и, определенно, в такие места нужно ездить. Одна заметка. Если вы будете находиться в горах рано утром, то, пожалуйста, возьмите с собой что-нибудь теплое, потому что утром невероятно холодно. Дождавшись оставшуюся часть команды, мы принялись к маленькой репетиции. Танцоры начали танцевать, мой брат начал тренировать свои движения в кадре, начал тренировать вокальную часть. Я начал снимать всех в процессе, как и кто это делал, потому что моя основная задача была снимать бэкстейдж-ролик. Все музыкальное видео съемочной команды было снято на видеокамеру Aria Alexa Mini с различным вариативным парком оптики. То есть были и ширики, были и полтинники, портретники, и было что-то более зуммируемое. Операторы настраивали камеру, световики или гаферы начали устанавливать отражатели для того, чтобы контролировать источники освещения. Большая часть сцен была с почти контролируемым светом. Мы ставили отражатели всюду, где только это возможно, для того, чтобы подсветить тени, чтобы был максимально мягкий свет и можно было на процессе монтажа вытянуть эти участки и сделать их более сочными, чтобы небо не было пересвеченным, а темные участки были видны. Немного позднее я покажу вам разницу в цветах и в свете, как себя проявляет профессиональная камера Aria Alexa Mini и с другой стороны Fujifilm X-T4, который находится в абсолютно идентичных условиях, но при этом при правильном свете можно достигнуть почти идентичные цвета и классный результат. Чем больше я нахожусь в видеоиндустрии, тем больше я понимаю, что львиную долю, а вернее процентов 90, решает твой профессионализм. Прямые руки. При правильном свете любой кадр даже самой говеной камеры будет выглядеть превосходно. Самое главное в любой съемке это свет. И вы думаете, я сейчас куплю себе классный дорогой фотик, сэкономлю на объективе и не буду изучать световые схемы. И в итоге что вы получите? Правильно, вы обосретесь. А высираться не нужно. Поэтому нужно вкладываться в знания и в оптику. Вот так. У тебя может быть невероятно дорогое оборудование, классная команда, классная оптика, хороший свет, но если ты этим не умеешь пользоваться, то тогда какой смысл в том, что ты делаешь? Можно снять хорошо и на плохую камеру, и на плохую оптику, и это будет интересно клиенту. Я, когда начинал свою карьеру как фотограф, думал, что клиентам будет нужно увидеть максимально резкое изображение. Так, чтобы цвета были максимально хорошо видны, были очень глубокие тени, чтобы выглядело все максимально контрастным. Но со временем я понял, что клиент видит эмоции. Клиент видит... Да, более изощренные клиенты видят правильную картинку, они видят динамический диапазон, они видят цвета. Ну, это я так думаю, наверное, до сих пор. На самом деле много людей не воспринимает картинку с точки зрения профессиональной деформированности. Они воспринимают картинку то, как они привыкли видеть в Инстаграме, в ТикТоке, ВКонтакте, на Ютубе. И большую часть времени люди проводят, не засматриваясь на профессиональное кино с точки зрения просмотра как профессионального. Они смотрят то, что им нравится. Поэтому никогда не заостряйте свое внимание на стоимости техники. Вкладывайтесь в свое образование, в то, что вы можете делать самостоятельно и что вы можете сделать с командой, которая вас окружает. Короче, меньше болтовни? Смотрите клип! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Производство любого медиаматериала всегда должно быть подготовлено. Либо это музыкальное видео, либо это прямая речь, либо это киноиндустрия, может быть это коммерческая съемка для предприятия. Не бывает такого, что вы снимаете что-то без подготовки. Потому что если вы снимаете так, как есть, давайте снимем так, как есть на живую, не будем готовиться, получится говно. Ребята, снимайте подготовленное, снимайте то, что будет выглядеть красиво. Пытайтесь визуализировать вашу картинку и продумайте наперед. Это серьезно сократит ваш бюджет. Это серьезно потом уменьшит времени и головной боли геморроя на постпродакшене, когда вы будете это все монтировать. Вам не придется еще раз ехать и переснимать. И в этом плане ребята молодцы, они подготовили заранее. Продюсер Арман, большое ему спасибо за то, что он подготовил все заранее, досконально продумал все в своей голове. Но кстати, есть один нюанс. Когда вы готовитесь, некоторых нюансов творческих вы не можете предугадать. И все равно какие-то моменты вы доснимаете уже в процессе съемки, когда вам приходит новая классная идея и вы ее делаете. Это идея, которая к вам пришла внезапно в процессе того, когда вы начали снимать, когда вы общаетесь с людьми и они вам накидывают идеи, ты накидываешь идеи, у вас появляется что-то вроде синергетического эффекта. И у нас было такое. Мы досняли пару дублей уже в городе Гюмри, когда мы их вроде бы не готовили, а потом увидели классную стену, где было все разрисовано в подписях. И мы такие, вау, здесь нужно обязательно что-то снять. Увидели машину, на которой мы можем поместить Сэма. И он такой, а можно мы встанем сверху на машину и там снимем? Да, конечно, можно. И эти все моменты мы уже придумали в процессе создания клипа, то есть не на предпродакшене. Но у нас все равно была основная доля всего-всего подготовлена. Еще хочу рассказать про момент, когда мы снимали Сэма во время его движения, когда он вел машину. На самом деле машина была поставлена. Его кабриолет был поставлен на другой парковочный автомобиль. И машина ехала, по сути, на эвакуаторе. Камера была загрепована к автомобилю Сэма. И таким образом у нас не получилось никакой тряски. Не было параллельного движения автомобилей. Все было безопасно. Мы смогли сконтролировать источник дополнительного света в виде отражателя, который стоял спереди. Таким образом мы избавились от личных паразитных высветов, которые могли бы появиться на заднем фоне. Ребята, подготовка всегда решает. Вы знаете, меньше болтовни? Просто смотрите этот клип. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok что как клип понравился мне тоже я рад что мне посчастливилось присутствовать на съемках этого классного видеоклипа и насладиться зарядиться энергией тепла любви кстати хочу ссылку на сам вел оставить на его группу the dirty diamond а здесь ссылка на армена продюсер в армении делает очень классную рекламу а также снимает крутые музыкальные видеоклипы ну что ребят надеюсь вы оценили по достоинству это творчество посмотрели и до новых встреч обнимаю пока